МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Натальи Леушевы. Смотрите в выпуске. Два пожара и одно убийство. Одесса, понедельник. Остатки одного из разорвавшихся баллонов газовых. Стены СБУ. Чем закончится многочасовой допрос лидера КПУ Симоненко? Не мил мне боли, почему президент Чихии не хочет видеть посла США? Лица Моторолы. Кто они, боевики банды Спарта? Какой должна быть Украина? Унитарная, федеративная? Какой язык государственный? Чего коснется децентрализация? Ответы есть. Они звучали сегодня на первом заседании Конституционной комиссии. Кто пришел и о чем говорили? Ирина Романова подробнее. Указ о создании Конституционной комиссии президент подписал неделю назад. В нее вошли ни много ни мало 72 человека. Спикеры, экс-президенты, депутаты, международные и отечественные эксперты. Их задача предложить изменения в основной закон. Откладывать в долгий ящик не стали. Сегодня собрались на первое заседание. Пришел и Петр Порошенко. Я бы хотел звернуться до головы Верховной Ради и попросить вельмешановного Володимира Борисовича, для того, чтобы до Конституционной комиссии залучились и другие парламентские фракции, которые не входят в коалицию, потому что это была думка всего парламента. Порошенко заверил, ни законы в переписывании основного закона, как в 2010-м, не будет. Напомнил о требовании Майдана вернуться к редакции 2004 года и о главном направлении Конституционной реформы децентрализации власти. Децентрализация при этом нет ничего соединенного с федерализацией. Украина была, есть, и я уверен, что будет оставаться унитарной страной. Почему я очень докладно остановлюсь на идее федерализации? Потому что это, знаете, как инфекция, как биологическое оружие, которое в Украине пытаются навязать с закордона. Я этого не дам сделать. Украинский народ не даст этого сделать. И я готов для того, чтобы мы запустили референдум по вопросу государственного устроя Украины, если вы будете видеть в этом необходимость. А вот в языковом вопросе президент категоричен. Украинский единственный государственный. А еще децентрализация не коснется сфер обороны, нацбезопасности, внешней политики, борьбы с коррупцией и, разумеется, территориальной целостности Украины. След посилит и ответственность за сепаратистские заявы, а тем больше дии. И критериями, которые должны быть четко визначены в законе. Чтобы и думать о том, что боялись. Премьер же видит реформу чуть по-иному. Децентрализацию Уценюка лишь третьим пунктом. Первым баланс между ветвями власти. Не только права, но и ответственность. Трех гиллок влады и ключевого института, кем е президент краин. Другой – это незалежная судовая система. Президент успокоил, он поддерживает парламентско-президентскую форму управления, как гарантию европейского пути Украины. Для меня принциповым сегодня было питание, что подтверждена модель парламентско-президентская. Это однозначно сказал президент Порошенко. Я прошел через цель. Понимаете? Если президент, извините, если президент не имеет поддержки в парламенте, не имеет большинства, работать неважно. Сто человек не напишут, как они будут ее писать. Мы в очередной раз можем это все заговорить. Изменения в Конституцию вносили уже четыре комиссии, говорит оппозиционер Василий Немченко. И где они? Не постигнет ли такая же участь и пятую? Вот что говорит Леонид Кравчук. В этом году, потому что если не будет принята Конституция, как проводить выборы? На старую Конституцию, потом изменять Конституцию, тогда выборы будут нелегитимные. На следующем заседании, 15 апреля, планируют утвердить персональный состав рабочих групп. Их предложения потом объединят в один пакет, который до октября должен рассмотреть парламент. Ирина Ромалова, Татьяна Винникова, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Украине нужна обновленная Конституция, которая объединить страну. По словам нардепа от оппозиционного блока Юрия Павленко, фракция выступает за скорейшую реформу Конституции и максимальное усиление местного самоуправления. Вместе с тем есть опасения, что провластные политсилы могут использовать процесс изменения основного закона для достижения корыстных целей. Ну и пока спикер находился на заседании Конституционной комиссии, в Раде его ждали депутаты. После двухнедельного перерыва они согласовывали повестку дня, но главное волнение не вокруг законопроектов. О чем спорили и что предлагали? Екатерина Лысенко подробнее. Привычный согласительный совет, где формируют повестку дня на неделю, начинается не совсем привычно. Пришли свободовцы со своими требованиями и заявлениями. Что первым пунктом завтрашнего заседания Верховной Рады было створение На штаб-народном фронте премьерской фракции один ответ во всем виноваты агенты Кремля. Дуже много сегодня российских агентов впливу делают все возможное, чтобы в середине страны максимально расхитать ситуацию. Выникает фейковый коррупционный скандал, который может привести, давайте будем отвертывать, до развалу коалиции. Но большинство все же решило, о злоупотреблениях Кадмина будут говорить, в профильных комитетах речь идет о заявлении бывшего главы госфин инспекции, который обвинил правительство и ценника в коррупции на сумму 7,5 миллиардов гривен. Антикоррупционный комитет правоохранительных органов должен провести открытые слухи с проблемой, с вопросом отзывающего керевника Державной финансовой инспекции пана Городиенко. А в пятницу, возможно, в Раду придет генпрокурор по делу о той же коррупции в правительстве. Помимо этого в парламенте будут отчитываться министры и все причастные к формированию тарифов. В коалиции из-за новых счетов за коммуналку даже предлагали специальную комиссию создать. А оппозиция предлагала мораторий на тарифы. Сьогодні никто не понимает, почему при сабевартости газа в 400 гривен населенное должно сплачивать 3,5 тысячи. Поэтому мы считаем, что должны быть заморожены тарифы, разобраться, потом уже прозоро построить их и объяснять людям, что сталося, каким образом они должны быть. Само цель не создания ТСК, а само цель сегодня дойти до истины. Я бы хотел, чтобы тарифы в Украине были открытыми, справедливыми. Специально создавать комиссию пока не будут. Вместо этого глава парламента просит работать над реформами, писать соответствующие законопроекты. Что успеют на этой неделе, покажет голосование. В Киеве сегодня начали собирать подписи за создание следственной комиссии, которая будет расследовать возможные преступления премьеры Яценюка. Комиссия должна проверить факты, обнародованные экспредседателем Госфининспекции Николаем Гордиенко о многомиллионных злоупотреблениях бюджетными деньгами. По словам нардепа Сергея Каплина, создание этой комиссии может быть заблокировано в парламенте, поэтому политики прибегли к помощи граждан. Завтра мы заблокуем трибуну Верховной Рады, если не будет принято решение о создании следственной комиссии и следственной расследовании этих справ. Я на 9-ю ранку запрошу всех украинцев до Верховной Ради Украины на антикоррупционное вечение, где мы так же висунимо категорично вимогу поставить на голосование вопрос о создании следственной комиссии. Я гарантирую от себя лично, что в рамках этого расследования мы покажем стране, как эти злочины организовывались. Ну и туда же к Верховной Раде завтра придут свободовцы с тем же месседжем создать временную следственную комиссию для расследования коррупции в правительстве. И вот сегодня появились свежие данные Госстата. Менее чем за полгода инфляция в Украине выросла в 10 раз. Если в ноябре она была чуть менее 2%, то уже в марте составило почти 11%. Это, естественно, отразилось на потребительском рынке. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 15,5%, но больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и фрукты. И тем временем Кабмин утвердил перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации уже в этом году. Это 342 объекта. Среди них пакеты акций Горгазов, Облэнерго, нескольких шахт. Например, 16,5% акций шахты Засятика. В энергетической отрасли это Центрэнерго, Донбассэнерго, Херсонская, Одесская и Николаевская ТЭЦ. В химической промышленности Сумы Химпрома, Одесский припортовый завод. Есть в правительственном списке и предприятия, которые ранее нельзя было приватизировать. В частности, это 13 портов. Сохранять эти объекты в госсобственности, так считают в Кабмине, нецелесообразно. Нужно привлекать деньги и частных инвесторов. Главного коммуниста Украины Петра Симоненко сегодня допрашивают в Службе безопасности Украины. Допрашивают с самого утра. И там же с самого утра находится моя коллега Елена Зорина. Елена, здравствуй. Расскажи, во сколько начался допрос и выходил ли кто-то к прессе за все это время? Да, Наташа, добрый вечер. Ну вот уже более 10 часов журналисты продолжают ждать, выйдет или не выйдет допрос от Петра Симоненко. Этот допрос должен был состояться еще на прошлой неделе, но вся проблема была в том, что Петру Симоненко не могли вручить повестку. Накануне место него это сделал его защитник. Сам Симоненко пришел по зданию СБУ около 10 утра. Пришел с адвокатом, но без группы поддержки. Ну, ранее он заявлял о том, что к нему с СБУ по поводу допроса никто не обращался. Ну, а сегодня сказал, что о чем пойдет речь, он не знает. Симоненко пообещал вернуться и уже после этого детально пообщаться с журналистами. Но разговор, как мы видим, затянулся. Помимо того, что был или не был в Москве на пленуме ЦК КПРФ у следствия к Симоненко немало вопросов, говорят к СБУ. И, кстати, не только к нему, но и к его замам. Мы ведем расследование против злочин, связанных с порушением основной национальной безопасности. И сегодня вы знаете и заявы КПРФ, и факты того, что в Одессе вибухи, в которых не безусловно брали участь представники КПРФ. Свидчики визначают его статус после завершения обеспечения. Ну и, собственно, пока что не ясно, вручено ли подозрение Симоненко и как долго продлится процедура допроса. Мы, Наташа, продолжаем следить за тем, как будет развиваться ситуация и расскажем об этом вам. У меня пока все. Спасибо, Лена Гелена Зорина о допросе Петра Симоненко, который продолжается уже более 10 часов. Ушел, но обещал вернуться. Спустя 8 месяцев суд отменил решение Кабмина об увольнении бывшего главного тюремщика страны Сергея Старенького. Почему его уволили и кто все-таки прав в этой истории, разбиралась Ольга Рыцарь. Кабмин уволил с должности суд и восстановил. С самого утра экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький не может нарадоваться на своей странице. В фейсбук написал справедливость в восторжествовала Киевский апелляционный админсуд постановил отменить решение Кабмина об увольнении и выплатить зарплату за время вынужденного прогула почти за 8 месяцев. Мол, решение правительства неправомерное. Так делают практически все государственные службы, которые рано или поздно были освободены. Это классическая схема вымывания государственных денег и возвращения на посады. И поэтому принятие закону про ДРС службу должно прекратить эту практику. Сам Старенький написал примеру. Возвращаться на должность не планирует, а просто хотел доказать. Его уволили по надуманным причинам. Это просто пиар. Все произошло в июле. Прокуратура тогда отстранила Старенького от должности из-за побега экс-нардепа Александра Шепелева. Задержанный жаловался на плохое самочувствие. Его перевели из Укьяновского СИЗО в больницу. Оттуда он избежал. Тогда в центральное ведомство съехались подчиненные Старенького. Собирали подписи и просили Кабмина не увольнять. Мол, не его вина, что преступник сбежал из-под стражи. Но не помогло. Министр юстиции Павел Петренко вскоре сделал громкое заявление. Старенького уволили. Сегодня же в ведомстве оказались не готовы комментировать решение суда. Политическим решением было не только уволить главного тюремщика, но и назначить на должность свое время, считает политолог. Будет ли теперь Минюст подавать апелляцию на решение суда? И кто все-таки должен нести ответственность за побег Шепелева и других арестованных преступников? Вопрос остается открытым. Ольга Рыцарь, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. И уже сегодня Генпрокуратура Украины потребовала от России выдать беглого Шепелева. Уже отправлен соответствующий запрос российской стороне. Шепелева, напомню, задержали в марте в Москве. ГБУ подозревает беглеца в особо тяжких преступлениях, среди которых организация умышленного убийства банкира Сергея Кириченко, покушение на убийство, присвоение чужого имущества и вывод за границу более полумиллиарда гривен. Ну и, конечно, побег из-под стражи. Шепелева разыскивают с 2013 года. В прошлом году, тоже в марте, его задержали в Венгрии, выдали Украине, а потом, как известно, он сбежал. Прокуроров в Украине станет меньше. Уволить планируют почти 3,5 тысячи сотрудников. Это произойдет до 25 апреля. Об этом рассказал замгенпрокурора Давид Сакварилидзе. И попросил не путать оптимизацию с сокращением тех работников, которые не захотят участвовать в процессе очищения системы. Мы уже полтора месяца предупреждаем всех тех, кто не хочет работать по новым правилам, что эти правила поменялись и реагирование будет очень-очень жестким и принципиальным. Так что такие люди, конечно же, будут уволены. Не только уволены, но и будут... Против них будет уже конкретные следственные действия или уголовное преследование тоже. Сакварилидзе рассказал об этом в Днепропетровске. Там он представлял нового прокурора области Виктора Матвеичука в органах прокуратуры. Он проработал 20 лет, большую часть времени в Херсонской области. Правда, последние 4 года занимался адвокатской деятельностью. Отмечу, что в Днепропетровской области прокуроры меняют третий раз за год. И очередное громкое задержание на этот раз в Донецкой области. Произошло это буквально пару часов назад в Мариуполе во время церемонии представления нового прокурора области, Донецкой области. А Андрея Любовича его тоже представлял Давид Сакварилидзе. Сразу после выступления в зал вошли сотрудники СБУ, одели наручники на прокурора Краматорска. Параллельно в Краматорске задержали начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и еще нескольких силовиков из различных ведомств. В ГПУ сообщили, что все они были задержаны в рамках операции по борьбе с коррупцией в зоне АТО. Не ради чего. Вот Рима Нехабара приблизно 1,5 месяца причем мы через негласно следующие идеи проводим. Потому задокументировал факты. Это не Винтельки, его заступник в Краматорске это начальник БХСС. Под контроль украинских властей вернули село Катериновку. Это Попаснянский район Луганской области. Оно фактически находится в так называемой серой зоне между позициями украинских войск и боевиков. Как живет село сегодня Геннадий Вивденко подробнее. Я ходил на блокпост, говорю, ребята, так и так же, они, ну кто ее знает, а че взорвалась она, че не взорвалась, ну мало ли что, это же специалисты, если прыгать, они глянут. После беглого осмотра военные свидетельствуют, мина не разорвалась и еще опасна. В прифронтовой Екатериновке улицы и соседние поля усеяны снарядами. Вот пиротехники обезвредили один из них. Это уже третий взрыв за сегодня. Официально в этот поселок украинская власть вернулась на днях. Наш батальон, в общем-то, и повешал флаг Украины для того, что это было четкое и определенное, и недвузначное обозначено, что это именно территория украинской стороны. Теперь украинский флаг на самом важном здании поселка. Тут прифронтовая зона про поселок Екатериновка вспомнили только сейчас во время затишья. И украинский флаг пришлось повесить просто на магазине, поскольку даже сельского совета здесь нет. Местные жители собрались у магазина и просят представителей власти снабжать их продуктами. Вчера приезжал губернатор, сегодня районная власть. Возил один у нас хлебник, продавал хлеб по 11 гривен. Когда спросили мы у него, покажи ведомость на этот хлеб, он сказал, кому не нравится, можете по хлеб не выходить. Местная почта здесь не работает с начала военных действий. Ближайший банкомат далеко, ездить за пенсией в соседние городки многие просто не могут. Автобусного сообщения нет. Мимо у нас выезда, мы как гетто. Туда дорого ехать, я еще не езжу. В Екатериновке проживают около 200 человек, их сельсоветно оккупированной территории, позиции боевиков из так называемой ЛНР, буквально в километре отсюда. Вместе с тем поселок уже вне прифронтовой серой зоны и снова появился на политической карте Украины. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев, подробности, телеканал Интерзи, Екатериновки, Луганской области. Геннадий Вивденко сейчас с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Мы посмотрели только что твой материал из Екатериновки. Расскажи, что сегодня в Попасной? Пока затишье, Наталья. В прифронтовых городах и поселках пиротехники проводят разминирование. В первую очередь это территории школ, детские садики и другие заведения, где массово собираются люди. И вот в преддверии пасхальных праздников, это в частности кладбище, в поминальные дни здесь, естественно, будет много людей. Вот сегодня мы стали свидетелями работы пиротехников на одном из кладбищ города Попасная в Луганской области. На его территории мы насчитали с десяток попаданий различных артиллерийских снарядов. Сложностей в данном в принципе никаких нету. Все упирается во времени. Мы максимально хотим успеть пасхальным праздникам. Что касаемо по кладбищам, понятно, что заминировки как таковой не было. Просто падали снаряды, они разрывались, но мы опасаемся, что есть неразорванные. Пиротехники работают ежедневно практически весь световой день. Вместе с тем просят граждан внимательно смотреть себе под ноги. О подозрительных находках сразу же сообщать. Поминальные дни пользуются особым уважением у местных жителей. Вместе с тем в беседах они и признаются, что посетить могилы близких в этот раз смогут далеко не все. Люди возвращаются потихоньку. Но очень семьи разлетелись в разные края. Кто в России, кто на Украину. Вот я осталась одна только с могилами. Дети уехали, потому что поразбивали квартиры. Не отоплили ничего. Пиротехники признаются, что работы у них еще будет очень много. Опасность подорваться на мине или не разорвавшемся снаряде очень велика. Стало известно, что буквально сегодня в поселке Трохизбинга Луганской области в результате взрыва фугаса погиб местный житель. Наталья. Спасибо Гена Геннадий Вивденко о разминированиях и взрывах в Луганской области. Двое бойцов накануне погибли вблизи Широкина. Внедорожник военных подорвался на мине. В Мариупольском районе сейчас находится Александр Пантельмонов. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Что тебе известно? Да, Наташ, добрый вечер. Действительно, в местном штабе АТО нам сегодня подтвердили, что бойцы, которые вчера подорвались в Широкино, этот подрыв произошел именно на противотанковой мине. Дело вот в том, что эта часть поселка находится под контролем наших военных, но занимает оборону там сразу несколько подразделений армии и нацгвардии. И кто осуществлял минирование этой местности сейчас уточняют. И вот все это и привело к трагическим последствиям. Из троих бойцов выжил только один. Сейчас он находится в госпитале в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. Также вот хочу сказать, что за последние два дня активность боевиков резко возросла. по-прежнему в районе Мариуполя продолжают обстреливать поселки Широкино, Николаевка и Чермалык и также неспокойно и в Гранитном. Это уже недалеко от Волновахи. Там тоже происходят минометные обстрелы буквально каждый день. Наташа. Спасибо. Саша Александр Пантелеймонов был с нами на связи и о Гранитном. Этот поселок постоянно обстреливают из вражеской артиллерии. Там работают диверсанты. Давайте посмотрим, как наши бойцы оборудовали оборону в районе этого поселка. Владимир показывает нам огромную пробоину в кабине грузовика и не перестает удивляться. Ракета, которая подбивает танк, не взорвала грузовик. Прошла насквозь и улетела дальше. Никто из тех, кто ехал в машине, не пострадал. И это чудо, уверен солдат. Говорят, не стреляют, ничего. Посмотрите вот сюда. Вот это не стреляют. Стрелянины вообще никакой, типа, да? И чтобы люди знали просто. Пацаны молодые, просто погибают на передовой от их передач этих легких таких. На позициях в районе поселка Гранитное постоянно неспокойно. Бойцы считают, вероятнее всего, именно здесь боевики могут попытаться пойти на прорыв. А еще рассказывают курьезные случаи. Вот недавно на позиции заехали пьяные разведчики боевиков. Они понапивались и заехали просто на ту сторону. Забрали КамАЗы и в яму их посадили. Но в основном позиции пытаются раскрыть, говорят, профессиональные диверсанты. Ходят большими группами до 20 человек. В этих перестрелках постоянно получают ранения и гибнут наши солдаты. И еще вражеские артиллерийские обстрелы. Стреляют много и подолгу. Зараз активность боевиков сблищается с каждым днем. Вот стреляют они уже и в белую пору дубы. В ночную пору дубы, особенно с ранку. В основном працюет установка ПТУР, минометы. Нет здесь никакого перемирия, говорят бойцы. Боевики постоянно накапливают технику и к чему-то готовятся. Впрочем, наши тоже готовы. В нашей роте воюют люди с целой Украины. Это Киевская область, Одесская область, Запорийская область, Тернопольская область. И мы хотим сказать, что Мариуполь не ведь домой они комут. Александр Пантелеймонов, Максим Чеплин, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. 40 боевиков из банды Моторолла идентифицированы и уже объявлены в розыск. По словам главного милиционера Донецкой области Вячеслава Аброськина, Моторолла, он же Арсен Павлов, гражданин России, возглавляет банду Спарта. В нее входят преимущественно жители Донецкой области, Харьковской и также Одессы. Опознать их сегодня удалось благодаря видео, которое для российских СМИ снимал Геннадий Дубовой, автор многочисленных роликов и участник допросов пленных. Фотографии с именами и другой информацией Аброськин обнародовал на своей странице в Фейсбук. Жители Донецка и Луганска, благодаря им мы каждый день узнаем о том, что происходит в оккупированных городах. Давайте послушаем о том, что там сегодня. Одна донецкая девочка, маленькая нарисовала рисунок, на котором она играет с коклой, а в нее целится немного дальше стоящий танк и суровые вооруженные люди на нее смотрят. Этот рисунок я сегодня увидела в Донецке на бигборде. Рисунок страшный, рисунок бил по глазам и по сердцу. В городе бьют по шахте Октябрьской, район Песок, страдает Кировский район, район аэропорта и слышны в Петровском районе тоже работа тяжелой расстрели. Видом возможного заработка на территории Луганска становится быть боевиком. В общем, обычные люди даже без каких-то идейных соображений идут за оплачение. Почему? Потому что средняя зарплата луганского оплачевца 360 долларов, а других способов заработка найти очень сложно. потихоньку начинают появляться рабочие места. Требуются строители, требуются какие-то элементарные разнорабочие. Сосплату недавно оплатили в глинах, сейчас начинают платить в рублях. Сюжетникам, как обещали, до сих пор ничего не выделили. На днях вышла в магазин купить соседский сигарет. Оказалось, что украинских сигарет у нас практически нет. Большинство сигарет, процента 80, наверное, в ларьках, произведены в Российской Федерации. Начали давать студентам и пенсионерам пенсии и стипендии в рублях. Все супермаркеты, рынки пришли управляющие рынка и сказали, у кого не будет ценников в рублях, не продать договор аренды. Лично видел, как бабушкам выдали пенсию в рублях, раньше давали по тысяче гривен, теперь дают по две тысячи рублей. И как только что стало известно, есть договоренность об освобождении в одностороннем порядке 16 человек, удерживаемых в так называемой ДНР. Они получат свободу сегодня. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Виктор Медведчук. Одесса сегодня трясет, в начало недели в городе выдалось еще то, несколько взрывов, убийства и тайники террористов. Обо всем подробнее Андрей Анастасов. В шесть утра жители французского бульвара в Одессе проснулись от воя сирен. На пересечении с Шампанским переулком горела маленькая одноэтажное кафе. Пламя быстро распространялось, так как на заднем дворе были свалены пустые деревянные поддоны. Кроме кафе полностью сгорели четыре ретроавтомобиля. Они стояли рядом как реклама, привлекая прохожих. Спасатели говорят, в кафе нарушали правила безопасности, но не исключают и поджог. Жертв пострадавших нет. Из очага пожара был эвакуирован углекислотный баллон и пропановый баллон. А вот во время еще одного пожара сегодня баллоны все-таки взорвались. В 9 утра в спальном районе Одессы поселок Котовского огонь охватил два гаража. Причем хозяин одного из них, он умер еще в прошлом году, оборудовал рядом кладовку, где хранил 8 баллонов с газом, 3 с углекислотой и 7 канистр с бензином. Все это начало взрываться, когда пожарные тушили огонь. Семеро спасателей и владелец второго гаража получили ожоги. Четверо сейчас в больнице. Много человек повылетало, много человек опять повылетало и выбросило волной. Пожарники забрали их, они вообще обгорели. Даже вещей не было на них, от взрыва. Остатки одного из разорвавшихся баллонов газовых. Еще одно громкое событие в Одессе. В городе обнаружили тайник террористов. Склад оборудовали на одной из производственных баз. Милиционеры нашли там готовое взрывное устройство, тротиловые шашки, электродетонаторы и черновые записи, где злоумышленники описали все, что совершили. Обнаружили и финансовую отчетность. По нашим данным, это тайник подозреваемых, которых СБУ задержало на прошлой неделе. Принимаются меры по установлению и дальнейшему задержанию других участников, причастных к совершению террористических актов на территории Одессы. И еще одно происшествие случилось ночью на улице Неждановой. Это район Слободки в Одессе. Там убили 59-летнего бизнесмена. Расстреляли прямо в машине возле его дома. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». Таким был сегодняшний день в Одессе. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности в телеканал Интер. А в Запорожье задержали подозреваемых в организации взрыва в ночь на 26 марта. Тогда самодельное взрывное устройство сработало у входа в обл. администрацию, где расположилась запорожская самооборона. Никто не пострадал. В СБУ установили, что взрыв организовали трое местных жителей, все ранее судимые. Их завербовали представители так называемой ДНР. За теракт заплатили 18 тысяч гривен. На допросах злоумышленники сознались, что готовили еще серию взрывов в городе, у зданий судов и возле военкоматов. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы. Каждый из них был радикально налаштован и не признавал чинную государственную владу Украины. Поэтому с метою дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, а также с корыслых мотивов получили деньги, деньги, самостоятельно выготовили вибуховый пристрой и подорвали его. Почему нынче британские визы и кому придется платить за них больше и кто и за что угрожает обезглавить немецкого политика? Об этом чуть позже оставайтесь с нами. Афера по Поплавскому. Что будет со студентами многострадального кулька? Не твитнуть, не качнуть. Почему в Турции заблокированы YouTube и Twitter? 3 миллиона евро и личный ассистент. Жизнь катала Герфельда. В чем подбор? Невинная ошибка или часть информ войны. Российский Форбс написал о том, что Петр Порошенко предлагал Путину забрать и финансировать Донбасс. Деталями разговора с президентом Украины сам Путин якобы поделился на встрече с бизнесменами. Но сегодня один из участников этой встречи, глава Российского Союза промышленников Шохин, заявил, что слова Путина исказили. Он говорил о другом, только о чем так и не сказал. А вот спикер украинского МИДа в Твиттере написал о том, что в России не поняли разницу между забирайте Донбасс и убирайтесь с Донбасса. А президент Чехии заявил, что не желает видеть в своей резиденции посла США. Милоша Земана возмутила критика Эндрю Шапира. Американский дипломат назвал неоднозначным намерение чешского президента присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая. Напомню, большинство западных лидеров бойкотирует торжества в российской столице в ответ на аннексию Крыма. Пока свое присутствие западных политиков подтвердили только лидеры Чехии и Греции. Сколько стоит любовь к Путину и кто эти люди воспевающие российского лидера? Французские журналисты провели собственное расследование, чтобы понять, кто пишет странные комментарии под статьями о России. Странное дело, но почему-то там в Москве не все равно, что думают здесь в Париже над имиджем Кремля и Путина за его же деньги. Пыхтят местные ультраправые в главе с Марин Лепен. А в комментариях под аналитическими статьями в интернете на тему отношений Украины и России активничают сотни, а то и тысячи пророссийских ботов, поющих оду сильному и независимому лидеру большой страны. Но французы народ подозрительный. Они свою власть не хвалят и не привыкли, когда кто-то это делает еще. Издание Huffington Post решило поинтересоваться, кто эти люди, пишущие, что Путин гений, все украинцы фашисты, а Европа загнивает. Журналисты нашли барышню Людмилу Савчук, которая трудится в Петербурге на агентство интернет-исследований. Оказалось, эпистолярная любовь стоит денег за трудодень. Сотни комментариев платят немалые. Деньги в месяц капает от 600 до 800 евро. Героиня поведала о том, как идет работа в идеологических войсках. Мол, каждое утро приходит разнарядка, что и как сегодня освещать. Правда, судя по тому, что за день под статьей в Хаффингтон-Пост не появилось еще ни одного комментария, стратегии, как реагировать на разоблачение, пропутинские писатели еще не выработали. Пока. София Грдиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Обвиняемых по делу Немцова арестовали еще раз, а Кремль поставляет очередные гун-комвои в Йемен. Кому очень стыдно за все происходящее, узнаем у нашего Сапхора в Москве Данила Русакова. Повторное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова Басманный суд обязали провести еще на прошлой неделе. Апелляционная инстанция посчитала, что Бахаев, Эскерханов и Губашев арестованы неправильно, а именно всех троих вместе на одном слушании заключать под стражу было нельзя. Согласно действующему уголовному кодексу отправлять в СИЗО можно строго по очереди, но тогда что-то пошло не так и 8 марта Басманный суд вдруг неожиданно законом считаться не стал. Накануне сегодняшнего заседания некоторые даже строили конспирологические теории. Неужели всех отпустят? Однако судья Левашова, та, что периодически рассматривает жалобу Савченко, удивлять никого не стала. Арест она в итоге продлила. Басманный суд не сделал выводы из решений Московского городского суда. Вернее, частично сделал, но не полностью. Российская власть на постановление по скандальному делу никак официально не реагировала, занята другими важными задачами. Разбирается на международном уровне. Там назревает очередной скандал. Находящийся в эвакуации министр иностранных дел Емина усомнился в том, что Москва на самолетах вывозит своих соотечественников с оккупированной боевиками территории. Страны Персидского залива всерьез заподозрили Кремль в поставках оружия местным радикалам. Но российский МИД в лице человека по фамилии Лукашевич все отрицает. Официальная линия партии эвакуация сограждан вполне себе гуманитарная, прямо как конвои, что идут с завидной регулярностью на Донбасс. Начиная Великий пост, мы спрашивали друг у друга прощения. Сейчас мы спрашиваем прощения у вас за то, что допустили войну и страдания населения вашей страны. А это тоже про Донбасс. Православные верующие Санкт-Петербурга записали обращение к украинцам. Вначале говорят, что отвечать за всю церковь они не могут. Попросили не верить потоку вранья, льющегося с экранов российских телевизоров. Специалисты по духовным скрепам на это послание уже ответили, обозвали этих людей бомжами и сбродом. Впрочем, такие комментарии просто потонули в потоке благодарности, а тех, кому слова христиан города на Неве не кажутся глупыми. Терминология испанского диктатора Франко, та самая пятая колонна, в России уже почти год как в активном ходу. И распространяется много и повсеместно. Однако, вот этот ролик стал приятным исключением. Те, кто разделяет совсем иную точку зрения, вдруг неожиданно, оказалось больше. Данил Русаго, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Так, был ли вуз? Минобразование закрывает университет культуры нардепа Поплавского. Поющего ректора и по совместительству юного орла подозревают в аферах. О чем речь и что будет со студентами? Подробнее Елена Митясова. Поющему известнейшему ректору Украины нардепу Михаилу Поплавскому сейчас не до песен. Вокруг Киевского университета культуры очередной скандал. Минобразование уличило вуз в аферах. Лишают лицензии окончательно и бесповоротно. Из-за чего скандалы и почему такие радикальные меры? В университете культуры никаких комментариев. Телефон ректора вне зоны доступа помочь не может и пресс-секретарь. Студенты что-то где-то слышали, но конкретно ответить не могут. Слышал, что какой-то скандал с формой собственности. Есть определенные теневые схемы, я про них говорить не хочу, потому что это все на уровне слухов. Но суть в том, что это касается в основном контракт на форме обучения. Да, я слышала, но мы обсуждали даже вот со своими группой, что на самом деле это, я считаю, что не умно. Я вас уверяю, что у нас в университете все отлично, никаких проблем у нас нет. Немногословные преподаватели уверяют лишь в одном, решение Минобразование ни к чему хорошему не приведет. Я считаю, это бред, сила это была. И тоже мнение у всех преподавателей, паника, которая возникла, совершенно ни к чему. Тем более, разгар учебного года. Но в Минобразовании есть компромат. Поющий ректор, говорят, в ведомстве под прикрытием государственного вуза создал частное учебное заведение. Клон с таким же названием, кафедрами, преподавательским составом. Зачислял в него студентов. С первого по третий курс получал оплату. А когда дело доходило до диплома, переводил их в государственный вуз. За все годы существования Киевского университета культуры, приватного высшего навчального заклада, из него не было выпущено ни одного студента. Есть вопрос, если этот университет существует, если он за 10 лет не выпустил ни одного студента. Проблемы с аккредитацией у вуза Поплавского уже были, говорят Минобразование. Осенью прошлого года у Киевского университета культуры отобрали лицензию. Но уже в феврале этого года Поплавский через Киевский апелляционный админсуд вернул ее снова. В министерстве уверяют, нечестным вузам в Украине не место. Шарашкиными конторами будут бороться. 60 уже лишили лицензии. Ну а нынешних студентов переведут в другие вузы. Елена Митясова, Геннадий Аникенко, Олег Невядонский. Подробности, телеканал Интер. Ну а в Закарпатском городе Перечин решили окончательно распрощаться с советским наследием, не мелочиться и переименовать сразу два десятка улиц. Что на что поменяют, за чей счет и сколько это стоит, узнавала Марина Коваль. Переименовывать так сразу полгорода решили в Перечине райцентре Закарпатской области. Инициаторы реформы мэр Мирослава Гуранич показывает проект. В нем 14 улиц, площадь и 4 переулка. Главный аргумент ликвидация наследия тоталитарного прошлого. В черный список попали не только советские топонимы, типа Октябрьская или Красноармейская, но и почему-то Садовая, Подгорная, а также улицы, названные в честь русских классиков. Почему Пушкина и Лермонтова? Ну, так захотели поменять. А что в самом деле что-то плохое, что они хотят переименовать. Мают быть назвы в улице и отвечать первичному часу. Попали в немилость также Толстой, Маяковский и Ломоносов, но с фантазией у чиновников не очень. Улицу Пушкина предлагают переименовать в лесе украинки. Ничего плохого, но такая улица в Перечине уже есть. Мэрия заплатит только за новые таблички, а вот переоформлять документы, паспорта и акты на недвижимость жители должны за свой счет. Впрочем, есть среди горожан и сторонники переименования улиц и те, кому все равно. Но есть надежда, что логика победит и жители Садовой еще отобьются. Депутаты решили, перед тем, как голосовать на сессии, все же провести общественные слушания. Марина Ковальевича, Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Британские визы дорожают, правда пока только для жителей России. Обычные туристические на несколько десятков фунтов, в зависимости от срока пребывания. Академические для учебы почти в два раза. Больше придется платить и бизнесменам, которые хотят работать в Соединенном Королевстве. А вот насколько там сейчас безопасно, расскажет Оксана Кундеренко, наш британский Сапко. Для Британии это уже не шок, когда подростков подозревают в терроризме. В Манчестере арестовали 14-летнего мальчика, и 16-летнюю девочку считают, он готовил теракт, она помогала. Оба сейчас отпущены под подписку о невыезде, идет закрытое расследование. Скорее всего, дело связано с радикальным исланизмом. На юные, неокрепшие умы могли повлиять либо реальные друзья, либо виртуальные френды из интернета. Шесть сотен британцев последовали за джихадистами в Ираке, Сирию. Некоторые, чтобы бороться, некоторые, чтобы умереть. Журналисты BBC изучили такие случаи, чтобы понять, кто эти люди, почему они это делают и чем обычно заканчивают. Иногда их следы просто теряются на Ближнем Востоке. Крайне редко дело доходит до суда и тюрьмы. Всего 16 британцев осуждены за пособничество террористам. За многими следят, но не за всеми успевают. Моя сестра была обычным подростком. Смотрела телевизор, всякие шоу с Ким Кардашьян. Я совсем не замечала, что у нее какие-то радикальные идеи. Она их точно не дома набралась. Эта история потрясла королевство. Сначала одна школьница, а затем еще три ее подруги. Украли у родителей драгоценности и сбежали через Турцию в Сирию. Девочек ищут до сих пор. И до сих пор выясняют причины, почему современные европейские кинейджеры вдруг решили убивать во имя пророка. У нас пока нет прямых доказательств, что девочки причастны к террористической деятельности. Им нечего бояться. Они могут вернуться, и никто не будет их ни в чем обвинять. Семьи, где воспитывались потенциальные преступницы, теперь проходят через унизительные процедуры допросов и досудебных разбирательств. Родители сами в толк не возьмут, как упустили своих детей. Их радикализировали. Глагол, который прочно вошел в обиход современного жителя Великобритании. Это значит, что молодежь, которая не нашла своего места в обществе, получила поддержку от приверженцев радикального ислама. И теперь, повоевав за ИГИЛ, может вернуться домой и устроить в Европе свой джихад. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности британской оберотелеканала Интерн. Угрозы запугивания и поджоги. И нет, это не о террористах на Донбассе, это о Германии. Кто против беженцев с Ближнего Востока и кому угрожают отсечением головы? Татьяна Лагунова подробнее. Кажется, журналисты что-то напутали и эти новости точно не из Германии. Но нет, земля Саксония-Анхальт, городок Треглиц. Ультраправые угрожают убить местного политика Гетца Ульриха, если точнее, обезглавить. Письмо пришло по электронной почте и теперь политика круглосуточно охраняют. А угрожают Ульриху за то, что он хочет принять в городе беженцев. Эта история началась в выходные, когда вся Германия готовилась отмечать Пасху в городке Треглиц вспыхнул пожар. Горел приют для беженцев, который только недавно построили. В мае туда должны были заселиться 40 человек. Это был поджог, сразу же заявила полиция. Исполнители пока ищут, организаторов уже нашли. Местные власти уверены, это активисты, ультраправые Национал-демократической партии Германии. Именно они несколько месяцев протестовали против приема беженцев и своими угрозами вынудили уйти в отставку местного мэра. После пожара он первым вышел на акцию протеста. Против ненависти и ксенофобии. Нас собрал грустный и ужасный повод. Тот, из-за которого наш город снова оказался в центре внимания прессы. Мне не хватает слов. Я уже попытался как-то объяснить то, что произошло, но не смог. Теперь в маленьком Треглице будут думать, куда поселить беженцев. А в Большом Берлине насколько опасна эта тенденция и что делать. Вероятнее всего, политики усилят попытки запретить НДПГ. Соответствующий запрос еще несколько лет назад был направлен в Конституционный суд. Но решение до сих пор не принято. Татьяна Лугунова, Вячеслав Хролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Футбольное побоище в Туле. Миллионы кота Лагерфельда. И приключения принца Гарри в Австралии. Об этом не только в нашем обзоре. В Турции заблокировали доступ к популярным в сети ресурсам YouTube и Twitter. Причины табу власти пока не называют. Предполагают, интернет-блокаду ввели после публикации фото стамбульского прокурора под дулом пистолета. В конце марта неизвестные схватили и убили Селима Киреза. В прошлом году власти уже ограничивали доступ к сети. Это произошло после того, как в интернет просочилась информация о коррупции в окружении тогда еще премьера Реджепа Эрдегана. «Рыжие рулят». Вот таким плакатом встретили принца Гарри в Австралии. Внук Елизаветы II прилетел на зеленый континент на месяц для прохождения военной службы. Плакат о рыжих привлек внимание огненно-волосого наследника британского престола. Автору постера, 12-летнему Итану Тоскану, Гарри даже пожал руку. А вот от модных нынче селфи принц Уэльский отказался. Сказал, ненавидит такие снимки и призвал подростков бороться с вредной привычкой. Суровый российский футбол. Настоящее побоище произошло на матче между Тульским Арсеналом и Московским Торпедо. Судье пришлось приостановить игру. Фанаты обеих команд склеснулись на трибунах и на беговых дорожках у кромки поля, а потом продолжили рукопашную, но уже с бойцами ОМОНа. В итоге силовики задержали 15 самых активных хулиганов. Это и подобные происшествия ставят под сомнение проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018-м. ФИФА обеспокоены проявлением ксенофобии и насилия на трибунах России. Пасхальное шоколадное яйцо величиной с дом представили в аргентинском городке Барилочи. Местные кондитеры изготовили праздничную сладость вручную. Высота гигантского десерта более 8 метров. На его создание ушло 8 тонн шоколада. Чтобы разбить изделие на кусочки, мэр Барилочи использовал кирку. Посмотреть и попробовать сладкое яйцо пришло 50 тысяч человек. У богатых свои причуды. Журналисты узнали у кошки немецкого модельера Карла Лагерфельда. Есть банковский счет, на нем хранятся почти 3 миллиона евро. Свой профиль в Инстаграме и две горничные, которые заботятся о животном. По словам Лагерфельда, Бирман, так зовут Усатого, заработал все сам. Снимался в рекламе и для обложки календаря 2015 года. Дизайнер считает, что и сам обязан коту своим состоянием, ведь Бирман – источник его вдохновения. Подробности UA. Это наш сайт. Информация на нем обновляется постоянно. А сразу после подробностей в эфире Интера «Красивая жизнь». Это новый сериал. Там и любовь, и предательство, и попытка все исправить, и последствия, которые неминуемы. Смотрите сразу после нашего выпуска. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok